По сводкам из глобальной сети, основной удар стихии приняли на себя жители Засвияжского района Ульяновска. Ветер поднялся к вечеру 13 апреля. Жители многоэтажки по проезду Караганова из окон наблюдали, как в воздух поднимались сухие ветки. Позже ветер разломил одно из деревьев на две части. Массивный стол накрыл припаркованные рядом легковушки. Та, что красного цвета, пострадала сильнее серой механической соседки. Разбито лобовое стекло, повреждена крыша и багажник. Последствия урагана видны и на западном бульваре. Сейчас на месте работает бригада МЧС. Первым делом убрали ствол дерева, который ночью обрушился на газовую трубу. Следом займутся машиной. Она также пострадала от урагана. Упавшее дерево с машины снимали вручную, распиливая ствол на несколько частей. Ветер вырвал многолетний тополь с корнем. Пострадали и линии электропередач. На момент съемки этих кадров стихия не успокоилась. Порывы местами осложняли работу спецслужб. У них, к слову, день расписан буквально по минутам. По данным на 14 апреля в Центр управления городом от жителей поступило 13 сообщений о падении деревьев, веток, повреждении кровли и автомобилей. На фотографиях из соцсетей видно пострадали остановочные павильоны на улицах Карла Маркса и Отрадной. Также отмечены перебои электроснабжения в селах Аненково и Лаишевка. Вчера после получения сигнала о штурмовом предупреждении все службы были переведены в режим повышенной готовности. Сейчас устраняются последствия ураганного ветра, распиливаются деревья, восстанавливаются провода и другие повреждения, которые получили строение, ограждение от парыста ветра. МЧС объявила желтый уровень опасности. Ульяновцев просят быть внимательными. В случае ухудшения погоды рекомендуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Если же ураган все же застал вас на улице, не стоит прятаться около стен домов. С крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. По данным гидромицента, стихия продолжит бушевать еще пару дней. В сегодняшний день, 14 апреля, также у нас ожидает сильный ветер. Даже в составе предупреждения на более такую худшую ситуацию. Очень сильный ветер ожидается. То есть порывы могут достигать 25-50 метров в секунду в отдельных районах временами. По предварительным прогнозам, днем и ночью 15 апреля сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. После ураган переместится в сторону западного Казахстана. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда. ТВ.